Сразу возьмем тогда, начнем с вот этого словаря, как бы, украинско-польских заимств. А, полонизмы, да? Да, это словарь, изданный русским, где он пытается обвинить украинцев в том, что они понабирали полонизмов. Давайте на него посмотрим. Открывайте, кстати, у кого есть желание, тут опять же под видео есть ссылка, и она... Ошибки полонизмов, я так и обозначил, ну, под пункте ссылки. Ну, и можно проследить просто, если на экране не сильно заметно. Сейчас Юра примеров пару приведет, да? Да, я вот в том порядке, в котором они здесь размещены. Первые, по-украински, абы, по-польски, абы, по-русски, лишь бы. Ну, во-первых, в украинском языке есть, скажем так, такое слово, как лишь бы. То есть абсолютно так же, то есть это болгарские, болгарская форма, просто есть и другие синонимы. Это не значит, что в украинском языке есть только вот этот полонизм, а других нет. Есть абсолютно другие формы, другие синонимы. Можешь использовать абсолютно любой. В этом плане украинский язык имеет очень большой словарный запас. Наступное слово не дуже сподобно, мне очень понравилось. Это агенция по-украински, агенция по-польски и агентство. На самом деле я нигде не видел, что в Украине писали агенция. Зато видел везде агентство. Но мало с того, с каких пор агентство это по-русски, если это чистейший латинизм. Притом и в польском, и в украинском плане. Это агент, как бы в английском, но англичане взяли это с латины. Есть ли это смысл вообще обсуждать? Здесь две ошибки в одном уже примере. Подряд, подряд уже две ошибки. Да, дальше. Але, але, но. Ну, кроме але, еще есть другие украинские слова, которые означают но. Например, проте. Ну да, але и але есть общие с поляками. Но але используется не только в польском языке, но еще и в чешском, и в словацком. В общем-то, это не является прямим полонизмом, хотя это, да. Вот за этим я согласен. Дальше. Але же. Але же. Однако. Я совсем не совсем понял, каких пор але и але же это какие-то другие слова. Это просто немного другой оттенок. А в русской колонке приведены но и однако. Во-первых, однако и еднак. Это исконно русские слова. Наши. Даже в думе Ивана Мазепы вы слышали, если слушали, и было слово «еднак». Это, кстати, старый такой архаизм. Сейчас не спорят, вы просто только «однак». «Еднак» раньше спорят, так как «едын» и «одын» это не «едын», как по-русски. То есть получается, вот тут в этом примере они тупо соврали, можно было «однак» поставить, а не «алэш». И сразу бы весь пример нейтрализован был бы. По сути, але и алэш отличаются как «но» и «но ведь». Это как вот ты говоришь «но вот там так-так-так». И между тем, как ты говоришь «но ведь там так-так-так-так». Есть отличия? По сути, это просто краску добавляет. Я не совсем понимаю, как это может быть отдельным, каким-то примером. Кроме того, еще пример плохой. Потому что «однак» и «еднак» еще одни синонимы, которые используются в луквинском языке. Дальше. Альтанка, альтанка – беседка. Но альтанка – это не полонизм, это опять же латинизм. Какое отношение к польскому языку? Дальше. Аматор, аматор, любитель. На самом деле, в украинском языке есть слово «любитель», а аматор – это латинизм. Опять же, я не понимаю, почему не перевести «любитель» и «любитель» и в польском «аматор». В польском действительно нет «любитель», потому что в польском языке 25% латинизмов. Да, ради бога, в английском языке 20% латинизмов. Латинизм вообще везде. А дальше вообще у меня амбассада. Я в первый раз слышу, что в украинском языке такое слово потреблялось. «Амбассада». Это от опять же лакинского «амбассад», або «посол» – это «амбассада». Это кто-то «рабынизауры» насмотрелся. И здесь в польском «амбассада». Нет такой, я такой не видел, не слышал. «Посольство». В украинском языке я посольство. Такое же самое написано. Дальше. «Аркуш», «лист», «в дужках бумаги». В украинском языке тоже я «лист». Да, да. «Аркуш» – это просто немного более конкретно. Если вот в русском языке сказать «лист», то тебя не совсем поймут, какой именно лист. А если в украинском языке сказать «аркуш», пусть это полонизм даже, но тебя поймут сразу, что это лист именно такой, на котором ты пишешь, как ЗОЖ в тетрадке. А «лист» абсолютно такое же есть слово в украинском языке. Дальше. «Багнет», «багнет», «штык». Ну, во-первых, опять же, слово «штык» есть в украинском языке. А слово «багнет» – это французское заимствование, а не польское слово. «Багно», «багно», «болото». Ну, опять же, слово «болото», «болото» в украинском – «болото». Где в украинской мове? Слово «багно» как синоним действительно есть в украинской мове, и это полонизм. Но можно ли это? Я не совсем понимаю, как это можно считать полонизмом. Просто это еще одно слово, которое означает одно и то же самое. И таких слов еще много. То есть в итоге получается, ну, как ты говорил, тут, если из десяти, то даже и два еле-еле наберется, я принял это за уши полонизмов.